Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим о теме, которую уже затрагивали. Мы раньше с вами поговорили о том, какие есть вещи, которые чаще всего в гардеробе у вас находятся, и о них вы чаще всего жалеете. Если это видео вы не смотрели, то обязательно посмотрите где-нибудь, здесь будет ссылка на это видео. Сегодня мы поговорим о 10 вещах, о которых никто никогда еще не пожалел. Это, естественно, я делаю на основе выводов и моего личного опыта с клиентами, поэтому я уж точно знаю, какие вещи в гардеробе пригодятся абсолютно всегда, подойдут абсолютно всем и будут служить верой и правдой. Так что, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Итак, первая позиция, о которой никогда еще никто не жалел, которая всем пригодится рано или поздно, это брючный костюм. Именно для девушек, несмотря на то, что на мне сегодня, кстати, как раз комплекты костюмов с юбкой, я говорю про брючный костюм. Брючный костюм, который можно носить с кроссовками, с кедами, с балетками, с каблуками, с ботильонами, с сапогами, с ботинками, со всем чем угодно, с футболкой, с рубашкой, с водолазкой, с какой-то майкой, с просто обезрукавкой с горловиной. Там невероятное количество сочетаний с укороченным топом, на голое тело, с виднеющимся нижним бельем. Обязательно в этом брючном костюме, а, должны быть правильно посаженные брюки лично для вас. Я бы посоветовала в большинстве случаев прямые или слегка свободные, со средней или высокой посадкой. Самый универсальный вариант. С петлями для пояса, которые могут пригодиться, которые можно иногда надевать, которые можно не надевать. И с правильным жакетом, в котором четкая линия плеча, в котором плотный материал, который держит форму. Почему также прекрасен брючный костюм? Потому что он, а, подходит на разные случаи жизни. Он подходит абсолютно всем. Потому что для каждого есть своя форма жакета, своя форма, длина брюк, посадка и так далее. Потому что в связи с тем, что там два элемента, вы всегда можете распоровать его и носить отдельный жакет с джинсами, со всем чем угодно, отдельно брюки с каким-то джемпером. И потому что брючный костюм можно dress up и dress down. То есть можно с костюмом пойти на мероприятие какое-то очень светское. И с костюмом можно пойти на прогулку с ребенком. Просто на прогулку с ребенком вы наденете какой-нибудь джемпер, свитер или водолазку и кроссовки сверху пальто. А на мероприятии вы наденете, допустим, какое-то оживленное белье, оно будет виднеться под жакетом. Или вы наденете классную какую-то блузку с трюшами, допустим, и каблуки. Это просто самый базовый пример, который можно привести. А навстречу рабочую вы наденете рубашку или наденете футболку. Это будут каблуки или низкий ход, лоферы и структурированная сумка. И в итоге вот этот брючный костюм будет вам служить вечно верой и правдой, потому что в разных случаях он пригодится. Следующая вещь, которую могу рекомендовать, это рубашка мужского кроя. Рубашка мужского кроя. Количество ее применений неограничено. Я даже у себя в инстаграме недавно выкладывала видео, которое мы сняли, кстати, еще в августе, с тем, как можно использовать и стилизовать по-разному и интересно обычную белую рубашку. И это действительно неограниченные возможности. Могут быть джинсы, можно заправлять, можно выправлять. Можно надевать одну рубашку на другую. Можно заправлять в юбку-карандаш. Можно заправлять в брюки. Можно выправлять и надевать поверх футболки. Можно эту рубашку завязывать или надевать задом наперед. Можно надевать с очень классной яркой юбкой или вечерней юбкой в пол. Можно надевать с шортами. Можно надевать как накидку на пляже поверх купальника. В принципе, рубашка это поле для работы. Это один из самых универсальных инструментов в гардеробе. Если вам кажется, что мужская рубашка такого официального мужского кроя, оверсайз, она слишком деловая. И для человека, у которого нет, допустим, строго в дресс-кодной работе она не подходит, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что рубашка, просто воспринимайте ее как еще один инструмент в гардеробе. Ее можно опять с джерс-дяун, с какими-то джинсами и с футболкой. Ее можно надевать с трениками, и с футболкой, и с каблуками, и с жакетом сверху, и с шортами, и как накидку. Поэтому рубашка это только одна определенная позиция, а что вы с ней делаете, от этого уже зависит, как она выглядит. Это как тофу. Если вы знаете, если вы когда-либо готовили, говорит человек, который готовил пару раз в жизни, но тем не менее. Тофу это по факту продукт, у которого своего вкуса как такового яркого нет. И в зависимости от того, какой соус вы добавляете, блюдо и тофу конкретно приобретают определенный вкус. Точно так же и рубашка. В зависимости от того, с какими элементами гардероба вы ее сочетаете, она играет каждый раз по-новому. Следующая позиция, которую могу на 100% порекомендовать, это джинсы прямого кроя. Посадка средняя или высокая. Прямой крой без облегания в бедрах. Достаточно прямой, можно с легким клешем, но прямой это самый универсальный вариант. И длина так, чтобы немножко было видно щекотку, то есть 7 восьмых. Всем абсолютно подходит. Выглядит прекрасно. Можно, опять же, сочетать с какой-то блузой или укороченным топом и жакетом, каблуками, клачем на вечер. Можно с футболкой, лоферами, жакетом, структурированной сумкой на каждый день, на встрече и так далее. Можно с каким-то джемпером или свитером, а поверх еще один повязанный свитер. Ботинки, пальто и на прогулку с ребенком или на встречу с подругами на кофе в прохладный период года. В любой ситуации такие джинсы именно с таким форматом вам идеально подойдут. Крой правильный и по оттенку я бы брала либо светлый деним, либо средней светлости деним. Не очень темный. Тогда он будет служить вам классно круглый год. Следующая вещь, которую я рекомендую на 100%, это платье слип в бельевом стиле. Обязательно с выточками в зоне груди, для того, чтобы грудь правильно ложилась и формировала определенную как раз верхнюю зону тела, чтобы это не было какая-то расплывчатая масса вверху, потому что выточки именно помогают оформить аккуратно зону бюста с правильными лямками, которые регулируются под вашу высоту и положение груди, потому что иногда грудь условно внизу находится, а выточки из-за того, что лямки короткие и не регулируются, находятся здесь. Понятно, что здесь какой-то диссонанс происходит. И платье слип в длине миди. И я бы посоветовала шелк или любой сатиновый материал, который вам комфортен, скроем по косой, потому что тогда это изделие будет облегать правильно, а не спадать по вашему телу. Почему оно так прекрасно? Потому что его можно носить на самом деле в любой абсолютный сезон. Просто если летом или весной мы говорим просто про платье с каблуками или низким ходом, то потом в более прохладный сезон мы говорим про наслоение, например, сверху удлиненный кардиган. Или просто сверху надеваем свитер, и тогда это платье начинает служить нам как юбка. И, допустим, добавляем к этому какие-то сапоги или ботильоны, или даже кеды. Надеваем джинсовку или просто легкую накидку какую-то, или какой-то шарф, шаль весной в прохладный вечер или летом. Тут вариации огромное количество, и платье слип прекрасно тем, что оно для всех случаев подходит идеально. Это может быть мероприятие, поход в театр, встреча, свидание, пребывание дома, прием гостей дома, прогулка, поездка. Во всех случаях платье слип в том оттенке, базам желательно, который вам подходит, будет вам служить. И также, друзья, если вы бы хотели максимально сэкономить в эту черную пятницу, и не только на покупках, о которых вы на 100% не пожалеете, мой главный вам совет – это использовать кэшбэк, который называется ТОП Кэшбэк. Это сервис, которому уже больше 15 лет. Им пользуются более 20 миллионов людей по всему миру. Они одобрены большим количеством ревью сайтов и работают абсолютно со всеми брендами и сайтами, на которых вы совершаете покупки. Это сайт ASOS, H&M, это сайт Алиэкспресс и многие другие, на которых я и вы часто совершаем на шопинг. Также очень классная акция сейчас от этого кэшбэка – это то, что у них есть 15 долларов, которые вы получаете в подарок от самого ТОП Кэшбэк. При регистрации до 5 декабря, а также вы получаете 15 долларов на каждую покупку свыше 15 долларов на любом из более чем 5000 брендов, представленных и сотрудничающих с ТОП Кэшбэк. У ТОП Кэшбэк также не существует минимальной суммы вывода, поэтому любой кэшбэк, который вы получаете, вы можете автоматически и сразу вывести. И регистрация очень простая, вам нужно просто указать почту и придумать пароль. Все детали и регистрация по ссылке под описанием видео. Еще одна вещь, которая незаменима в гардеробе – это лоферы. Не лодочки, потому что как раз лодочки на каблуке – это специфическое изделие, кто-то вообще не носит каблуки, поэтому не совсем понятно, зачем человеку они нужны, на всякий случай, рано или поздно. А вот лоферы – это прекрасный микс между кэжуалом и чем-то более формальным. Поэтому для тех, кто не ведет очень формальный образ жизни, для тех, у него нет строгого дресс-кода, но кто хотел бы немножко собрано выглядеть, к тем же джинсам-футболке можно добавить вместо кет лоферы. Такие же комфортные, также на низком ходу, но за счет того, что у них есть определенный деловой элемент и более структурированная вариация, чаще всего это кожа матовая, глянцевая, какая угодно, или замша, вы получаете более собранный образ, более завершенный. Поэтому лоферы, опять же, как всегда, можно сочетать с чем угодно. Лоферы на низком ходу могут сочетаться и с юбкой, и с платьем, и с джинсами, и с брюками, и с кожаными брюками. Их можно носить и осенью, и весной, и летом, и даже некоторые мудряются носить их зимой мелкими перебежками с теплыми носками, как-то вот для того, чтобы стилизовать очень интересно ваш лук. Поэтому лоферы незаменимый элемент в кардеробе, и он будет как раз собирать то, что нужно собрать, и расслаблять то, что нужно расслабить, и добавлять какую-то маскулинную нотку. Например, тот же платье-слип, когда вы надеваете, допустим, к нему какой-то кардиган, вместо балеток и чего-то очень женственного. Вы можете надеть лоферы, и тогда ваша комбинация в образе будет смотреться интересно, потому что у вас будет и романтический стиль, и классический, и немного чего-то расслабленного, кайжольного. Плюс будет баланс маскулинности в виде обуви и чего-то супер-женственного в виде верха платья. Еще одна вещь, которую могу на 100% рекомендовать, это сумка среднего размера, структурированная, правильная геометричная форма, которая держит форму. Эта сумка будет с плечевым ремнем, достаточно длинным, чтобы перебрасывать его через плечо. Пример такой сумки прекрасный – это CELINE BOX. Это сумка, в которой помещается все, что вам нужно в течение дня, которая будет сочетаться абсолютно со всеми вашими нарядами, достаточно нейтральная, чтобы работать и с чем-то ярким, и с чем-то сумасшедшим, а, возможно, даже супер-минималистичным. И она не слишком маскулинная, не слишком женственная, поэтому и с платьями будет работать, и с какими-то брючными костюмами. Идеальная сумка, пригодится абсолютно во всех случаях, больше, мне кажется, даже не нужно пояснить. Еще одна вещь, для некоторых, может быть, неожиданная, но при возможности и желании, если вы бы хотели такую вещь себе приобрести, я бы очень посоветовала купить кашемировый свитер из плотного, классного, качественного кашемира, правильной длины лично для вас. Я бы посоветовала как раз свитер без горловины, а просто с небольшим круглым вырезом. И я бы его сочетала абсолютно со всем в разный период года, даже летом, в прохладный вечер можно накинуть его на плечи, зимой, осенью, весной можно носить его поверх футболки, чтобы часть футболочки виднелась, с брюками, с джинсами, с юбками. Прекрасно работает фактура кашемирового свитера с кожей, с кожаными юбками и брюками, и кожаными кюлотами, с кожаными ботильонами, вообще с любым вариантом кожи. На расслабленный день можно надеть футболку, сверху вот этот свитер и часть футболки видняется, и из светлого денима джинсы и лоферы. Это собранный, одновременно расслабленный, классный, красивый, минималистичный образ. Кашемировый свитер теплый, он выглядит замечательно и качественно, и ему больше ничего не нужно. Я бы посоветовала брать минималистичный, без принтов, чтобы он максимально сочетался со всем в вашем гардеробе. Еще одна вещь, которую рекомендую, это именно шерстяное пальто прямого кроя. Вы, кстати, в этом списке не увидите тренча, потому что тренч зачастую в большинстве широт, с которыми мы работаем, это изделия на 5 дней из всего года. Потому что вот эти вот плюс 15, когда тренч носить удобно и комфортно, они очень мало появляются в течение года, потому что мы не находимся, ну, большинство из вас не находится в Париже. А вот пальто правильное, из хорошей качественной шерсти, прямого кроя, двубортное или однобортное, с правильной четкой посадкой и линией плеча длины миди будет служить вам осенью, весной, зимой. Зимой можно к нему добавить какое-то утепление. Будет прекрасно работать со всем вашим гардеробом, и с брючными костюмами, и с джинсами, и со спортивными костюмами, и с платьями, и с юбками, и с любым видом обуви. А длина миди обеспечит вам возможность любую длину низа носить. То есть, юбки, платья, джинсы, брюки и так далее, любой длины, будут сочетаться правильно и распределяться по градуальности с длиной пальто. Предпоследняя позиция, которую я считаю, нужно обязательно иметь в своем гардеробе, это пара-тройка комплектов бесшовного белья в трех разных или двух разных оттенках. Я предпочитаю, во-первых, черный, и я предпочитаю телесный, в обязательном порядке. Все остальное по вашему желанию. Есть бренды, которые я рекомендую на 100%. Это, кстати, один из них это бренд Кап, C-U или даже W-U-P. И это бренд, который создает очень комфортное, качественное белье, без дополнительного какого-то пейдинга или поддержки. Там единственная поддержка, это, собственно, просто поддержка под грудью. И оно, кстати, прямо сейчас на мне. Это белье безумно приятное к телу, очень хорошие материалы там используются, там доступная цена. И при этом у них есть огромное количество оттенков, поэтому телесный для своего оттенка тела вы как раз найдете. И это тот вариант нижнего белья, который для некоторых может выглядеть не столь соблазнительно, как какое-то кружевное. Но в большинстве случаев, когда вы сверху надеваете, допустим, какое-то такое тонкое изделие, как на мне сейчас безрукавка с горловиной, если на вас кружевное белье, оно будет обязательно проглядываться, просвечиваться, и за счет этого будет неаккуратно выглядеть все, что сверху на белье надето. В то время как бесшовное белье может выглядеть не настолько эксайрин, не настолько волнующе, но будет служить вам абсолютно 365 дней в году в разных случаях, и летом под тонкое платье, и под тонкую юбку, или под сатиновую юбку, или платье, под блузку, и так далее и тому подобное. Поэтому очень-очень советую, вас эти изделия не подведут. И последнее, что я бы посоветовала на 100%, это качественный минималистичный пояс, который, опять же, будет работать со всем в вашем гардеробе. И с юбками, с такой, как на мне сейчас, вы ее опоясали, и образ уже чуть-чуть более интересно смотрится. И с джинсами, и с брюками, и просто взять, закинуть одну часть шакета на другую, и перевязать его поясом, если он достаточно объемный, и позволяет. Или надеть пояс поверх верхнего изделия, например, верхней одежды, даже пуховика, даже тренча, даже пальто, поверх рубашки, которая можно затянуть. В общем, у пояса огромный функционал, и минималистичный пояс будет служить вам всегда. Пишите в комментариях внизу, какие ваши проверенные временем вещи, которых вы не просто не пожалели, а считайте, что они должны быть, ну, практически у каждого в гардеробе. На сегодня это все. Люблю, целую. Ваша Рита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова